Песня «Песня» 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 между произволом и принудительным ограничением свободы, через что Отечество наше прошло в минувшем 20-м столетии. Для личности и для общества опасны призывы идти по пути раскрепощения человеческих страстей. Опасны утверждения, что развлечение между добрым и злым словом, между творчеством и упадочной безвкусицей настолько сложны, что проще все разрешить, причем разрешить повсюду, не только добровольно, но и принудительно. Достоинство человека, неразрывно связанное с его добродетельной жизнью, исключает использование свободы и творчества в разрушительных целях. Достоинство человека предполагает уважение к его святыням, к памяти родных и близких, к истории его народа. Православный человек не будет глумиться над символами иных религий, не потому что они святы для него, а потому что это оскорбительно для человека, придерживающихся таковых убеждений. Но подобного мы вправе ожидать и от всех наших соотечественников, верующих и неверующих. Если же эту черту кто-то переступает, он ставит себя вне общества. И подобный разумный и справедливый подход призвано поддерживать не только само общество во имя самосохранения и общего благополучия, но и государство. Конечно, это непростая задача, потому что спонтанная реакция на оскорбление с одной стороны, хотя и в редких случаях, но тем не менее сопровождается оскорблениями и с другой стороны. Православным людям нужно научиться с достоинством отстаивать свои гражданские права и защищать свои религиозные чувства. Высший Церковный Совет уже по существу актуализировал эту тему, и мы не должны упускать из виду развитие дискуссии, думая о том, чтобы система защиты чувств верующих, да и неверующих, была подлинно эффективной и строилась на твердом правовом и нравственном базисе. Этими словами я бы хотел открыть очередное заседание Высшего Церковного Совета. Продолжение следует...